Сейчас я покажу ситуацию, при которой никак нельзя убирать верхний пасынок на томатах, иначе можно остаться без урожая. Вот посмотрите, пожалуйста. В данном случае у меня как раз-таки есть такой экземпляр, который запишковался. Томатик, посмотрите, пожалуйста. Вот, он имеет коронный цветок. Вот он, махровый коронный цветок. Я, по идее, всегда его убираю, но сейчас разговор не об этом. Это высокорослый томат, поэтому, как правило, все пасынки до первой кисти мы убираем, если только не хотим в два стебля вести его. Я так и планировала этот томат вести в один стебель, поэтому все пасынки планировала убрать. Но в данном случае томат завязывает плоды только наверху. То есть верхняя кисть у меня отдаст плоды, и, в принципе, после этого томат можно будет утилизировать, потому что продолжения здесь никакого не будет. Как можно исправить ситуацию? Вот у меня есть верхний пасынок, который как раз-таки с той целью, чтобы томат имел продолжение, я оставлю. Смотрите, кисточка, да, имеет, вернее, пасынок имеет продолжение. Здесь кисточка также начинает образовываться. Вот этот пасынок, он и будет являться продолжением в данном случае. Почему томат завершковался? Ну, скорее всего, это произошел какой-либо стресс. Сейчас, может быть, как раз те морозы, под которые попали мои томатики, я показывала, как я тут с ними бегала, спасала, накрывала, посреди ночи зажигала свечки и вентилятор. Ну, может быть, как раз-таки это и явилось причиной, почему томатик завершковался. Кстати, вот соседний томат, он тоже самый, это тот же самый сорт, он тоже так же завершковался. Видите, как прям все вот тут скручено, закручено в такую улитку, да? То есть все, продолжения никакого нет. Вот, теперь, значит, все пасынки до этой кисточки я удаляю. Можно оставить и два пасынка, и таким образом вести в два стебля, но так как они у меня очень близко посажены, я все-таки оставлю один пасынок. А вот этот соседний пасынок я удаляю. Вот этот пасынок я удаляю, оставив небольшой пенечек. Вот таким вот образом можно выйти из ситуации. Также можно оставлять самый нижний пасынок, который у основания стебля растет. Где у нас что-то есть? Нет, я все пообрезала. Тогда я просто скажу, что... Также можно оставлять самый нижний пасынок, который у основания стебля. Так как он близко находится в корневой системе, он получает очень хорошее питание. Поэтому также является сильным пасынок, который также даст хороший урожай. Вот либо его оставляем, либо оставляем один под первой кистью, либо два под первой кистью, если по 70 в два стебля. Таким образом можно выйти из положения. И так же самое можно поступать с низкорослыми томатами. У низкорослых томатов тоже ограниченный срок отдачи плодов. Они не будут на протяжении всего сезона плодоносить. Поэтому также продолжить срок отдачи плодоношения можно, оставляя пасынки под первой кистью. То есть они будут являться продолжением нашего томатика. Вот этот коронный цветочек обязательно нужно удалить. Я удаляю, потому что эти цветы очень долго формируют плод. Плод вырастает корявый. Растение потребляет множество сил на формирование этого цветка. И пока он не завяжется, все остальные также тормозят в развитии. Все остальные плоды будут тормозить. Поэтому вот этот цветочек я сейчас попробую выкрутить отсюда. Для того, чтобы его отсюда убрать, облегчить растению, учить, так сказать. Я думаю, что таким образом будет этого достаточно. Следующее растение, оно также, видите, как закручено. Здесь я тоже удалю цветочек. Сейчас у меня одной рукой это неудобно делать. Так, и еще хотела обратить внимание на то, вот этот томатик. Я его введу в один ствол. Поэтому, по идее, вот этот пасынок я убираю. Но прежде чем его удалить, я всегда убеждаюсь в том, что растение продолжает расти. Чтобы не было, как в прошлом случае, убедиться в том, что растение не завершковалось. И вот здесь, вот на этом продолжении, должна начать формироваться кисточка. Только тогда вот этот пасынок я удаляю. Вот, удаляю пасынок, потому что точно знаю, что здесь будет продолжаться формирование плодов. Закручиваю на веревочку. Вот, все. На этом формирование томатиков закончено. Такая небольшая информация на сегодня. Надеюсь, что кому-то она также будет полезна. Подписывайтесь на мой канал. Здесь всегда много интересного. Ставьте пальчик вверх. Делитесь этим видео в соцсетях. Всем хорошего урожая. Всем пока.